Всем привет, с вами Денис Петров, и сегодня я вас познакомлю с одним из самых необычных музеев искусств. В архитектуре этого здания нет ни стен, ни окон. Понимаю, довольно странная штука, которая даже не может называться строением, но обо всем по порядку. Итак, что же это за музей и в чем его непостижимость? Музей пустоты, неба и воды. Согласитесь, довольно необычная штука. Он обосновался на тихом рыбацком острове Тосима. Форма строения напоминает каплю воды в момент ее падения и скольжения по земле. Она как бы растекается по ровной поверхности. Проект воплощает в себе классическую японскую эстетику уединения человека и природы. С одной стороны этого здания расположены лес и рисовые поля, а с другой – море. При проектировании и строительстве авторы стремились к достижению оптимальной тонкости у бетонных оболочек. Они добились оптимальной толщины в 25 см, обеспечивающей надежность и выглядящей изящно. Оболочка из белого бетона лишена каких-либо балок, колонн и прочих поддерживающих конструкций. Использование белого бетона на основе каулина внесло в местный ландшафт индустриальные нотки. А сам бетон выглядит необычно мягко. Он необычно белый, особенно в контрасте с окружающим его зеленым. Посетители готовы купить входной билет и отстоять очередь для того, чтобы увидеть только бетон. Что же там особенного? В комплекс входят два каплевидных павильона и минималистичный административный прямоугольник. Чтобы испытать полную гамму чувств, посетитель должен войти в этот храм природы подготовленным. Поэтому бетонная тропинка, петля сначала ведет визитеров к деревьям. Она предлагает насладиться бликами моря и шумом прибоя. Это обязательно нужно сделать перед тем, как войти в основную каплю главного павильона. По мере продвижения и смены подъемов со спусками, павильон визуально трансформируется. Практически невозможно, чтобы посетитель после этой прогулки вошел в музей неподготовленным. Без ожидания некого эстетического просветления. Иначе то, что музей внутри практически пуст, могло бы стать разочарованием. В большом павильоне с двумя эллиптическими отверстиями в крыше находится пространство музея. Через отверстия в крыше и вход для посетителей музей набирает свои элементарные экспонаты. Там есть специальные трубки, через которые внутрь помещения попадает вода из океана. Также сверху туда попадают атмосферные осадки. Собственно, это и есть экспонат музея. Звуки моря и трепещущие листвы переплетаются между собой. И получается своеобразная музыка естественного музея. Центральными экспонатами являются вода и пластичный интерьер. Это бетонный блин, устилающий пол. Поднимаясь по углам, смокается к потолку без швов. А в меньшем павильоне с одним окном открыто кафе и магазин сувениров. Архитекторы при строительстве этого здания проявили особенный подход к архитектуре в стиле модернизм. В высшей степени скульптурный. Поделитесь в комментариях, хотели бы вы посетить такой музей. Как он в целом здание. И как вы думаете, если построить в таком стиле дом, кайфово ли будет в нем жить? Но мокро уж точно. С вами был Денис Петров. До новых встреч.